Всем привет! Вы на территории Империи Зла, и мне приснился убойный сон. Сборная России, притом такая сборная России, в составе которой есть Владимир Быстров, Александр Киржаков и Артем Дзюба. Но при этом есть еще также Рефар Жамалединов. На воротах стоит Данил Адоевский. Сборная России, а против нас играет сборная Италии. Второй ответный стыковой матч к чемпионату мира. Первый завершился 0-0. Первый гол забивают итальяшки. Не помню точно, кто забил. Но сборная России быстро отыгралась. Со скидки Дзюба попал по воротам Донна Рома Саши Киржаков. А во втором тайме сборная России вообще вышла вперед. Это Володя Быстров приложился. Так что Донна Рома вынужден был пропустить. И казалось, что сейчас сборная России точно попадет на чемпионат мира. Но вот 75-я минута. Прорыв итальянцев по центру. Заканчивается фоллом защитника сборной России. Пенальти. Федерико Кьезо против Дани Адоевского. Удар. Штанга. Отскок точно Кьези. 2-2. Кьезо с добиванием все-таки поражает ворота Адоевского. Но итальянцам нужен еще один гол. Потому что все еще действуют правила выездного гола. И при счете 2-2 именно сборная России проходила бы дальше. Но атакует вопреки всему сборная России сначала. Сначала был момент у Жамаледдинова. Он вышел 1-1 с Донарумой. Только в последний момент итальянский Кипер перевел мяч в штангу. Потом сборная России вообще забила. По-моему тот же Жамаледдин закрутил. Но Дзюба перед этим, когда скидывал мяч, находился во вне игры. И этот гол не засчитали. И Черданцев был тогда комментатором матча. Чердак говорит. Сборная России осталась совсем немного. Сейчас она застает спокойненько и пройдет дальше. Мне вот буквально только этот черданцев сказал. Перевоз с фланга на фланг. Мяч на правом краю атаки получается Дрико Кьеза. Красиво очень разбирается с защитником сборной России. Это по-моему был Нойштеттер. Делают прострельную передачу. Никто не мешает ему и закинуть сделать что-то 3-2. В результате все так и заканчивается. 3-2. На чемпионат мира проходит Италия. Сборная России, несмотря на смело достаточно футбол, несмотря на то, что дали бой, все равно оказалась, как всегда, в прососе. Ну и больше всех камней, конечно же, по итогу игры получил Жора Щердак. За то, что сглазил сборную России. Я, когда проснулся, решил сыграть в игре Pro League Soccer за сборную Италии против России. Интересно, какой сюжет бы там был. А сюжет там был еще более убойный. На первых минутах матча полузащитник сборной Италии, Калабрия, въебался в защитника сборной России и получил прямую красную карточку. Казалось бы, сборная России сейчас должна лететь вперед, рвать и метать, но как будто не было удаления. Сборная России вообще не предложила никакой такой уж игры, особенно в первом тайме. В результате, к перерыву, счет был 2-0 в пользу Италии. Сначала никто не помешал Распадори расстрелять ворота Дюпина в игре. А потом, уже в добавленных в первом тайму время, красиво закрутил в дальний угол Локотелли. Во втором тайме все тот же Распадори. Раскидал защитников и закрутил с правой ноги в дальний угол. 3-0. И только при счете 3-0. Сборная России забила ответный гол. Рефарджи Маледдинов все-таки попал. Поворотом Донна Рума 3-1 сделал счет. Но тут же, буквально в следующей же атаке, итальянец Камака вытащил мяч с лангой и закрутил под штангу в дальний угол 4-1. Так играя закончилась 4-1. Я думаю, что если бы в реальности играли Италия с Россией, то примерно так же и завершилось бы. При том, что итальянцы весь матч были в меньшинстве. То есть, если, например, в том же 2012 году 2-3 с Италией было пиздец, как обидно было бы, то сейчас это на самом деле недостижимая цель. Просто недостижимая мечта. Сыграть 2-3 в Риме, проиграть достойно. С нынешним уровнем даже счет 1-4. Можно считать достойно. Вообще, в завершение хочется добавить. Если раньше у меня было прям желание, была потребность говорить про самую ноющую клуб России и про их святыню, то сейчас у меня такой потребности нет. Если раньше я прям испытывал внутреннюю потребность говорить, 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 то сейчас они недостойны того, чтобы я про них говорил. Я много что узнал. И после того, что я узнал, по итогам того, что я узнал, я могу сделать однозначный вывод. Спартак – говно. Спартаковские артисты – говно. Более подробно я про них говорить ничего не буду. Более подробно я уже говорил и говорил далеко не один раз. Ладно, до свидания.